Для доклада от идеологической комиссии Дмитрий решил приглашаться. Здравствуйте, товарищи! Дмитрий Юрьевич Шилов, член рабочей партии России, член-сопредседатель идеологической комиссии. Тот момент классовой борьбы, которым рассказывал товарищ Калев, экономической борьбы рабочего класса, он включается в классовую борьбу. И моментами этой классовой борьбы является идеологическая борьба, политическая борьба. И наша партия, рабочая партия России, партия рабочего класса, никогда не забывала о том, что целью нашей борьбы является завоевание, удержание и осуществление власти рабочего класса. И чтобы нам прийти к этой цели, нам необходимо вооружить наш рабочий класс передовой теорией. То есть это, конечно же, идеология, то есть идея, в чем она заключается? А в том, чтобы рабочий класс завоевал власть и осуществлял ее в своих же интересах. И перестал в итоге содержать паразитов всяких разнообразных, коих сейчас развелось очень много. И перестать вообще продавать свою рабочую силу. Ну вот, в общем-то, цель такая, на перспективу. Но та борьба, которую мы ведем сейчас, экономическая борьба, она является моментом и политической борьбы. И об этом, конечно же, надо нам помнить всегда. И путь единственный к завоеванию власти, он как раз-таки лежит через заключение коллективных договоров, через забастовочную борьбу и включение требований 6-часового рабочего дня, улучшение положения рабочих. То есть через экономическую борьбу. Другого пути нету. И это тоже очень важно всем знать. И наши оппоненты призывают, часто можно слышать, что давайте заниматься политикой. Но какая политика без экономики может быть? И, конечно же, первоочередная задача рабочего класса сейчас научиться бороться за свои права. То есть включать свои требования, выставлять требования, бороться за них, добиваться. Добиваться своих целей. Ну и для этого, конечно же, нужно обладать знаниями, теорией. И наша партия имеет такую базу теоретическую. Это, конечно, в первую очередь наши интеллигенты, профессора. У нас в партии три профессора в нашем арсенале. Это Попов, Казенов, Золотов. Знания, которых базируются на глубоком понимании материалистической диалектики. И это является залогом успеха, успешной борьбы. Потому что без теории, как говорится, ничего не получится без науки. Вот. Значит, также... Так... Также у нас четыре... в нашем арсенале четыре доктора наук. Это вышеперечисленные профессора, уважаемые. И также профессор Мазур. Ой, прошу прощения, доктор экономических наук Мазур. И четыре кандидата наук. Это Галко, Юрков, Дегтярев, Герасимов. Которые являются преподавателями Красного университета. Красный университет является кузницей наших кадров. И вообще, то есть, залогом успеха являются, конечно, люди. Наши люди, члены партии, которые очень много работают в Красном университете. Преподают наши интеллигенты, неся, так сказать, рабочему классу передовую теорию. За этот период выпущены две книги. Это Михаил Васильевич Попов написал «Классовую борьбу». Она вышла тиражом 2000 экземпляров. «Советы как форма государственной власти» Попова и Казенова. Ну, также Михаилом Васильевичем выпущено шесть книг в соавторстве с командой Пучкова, Гоблина и другими товарищами. Это тоже большой вклад в развитие современного марксизма, пропаганды его. Виктор Иванович Галко возглавляет Красный университет рабочих корреспондентов, где тоже вышеперечисленные товарищи и другие наши товарищи ведут активную работу, выступая с лекциями, докладами. Было проведено две конференции. Это к 200-летию со дня рождения Карла Маркса, где наши товарищи Казенов, Шабусов, Огородников, Попов, Галко, Герасимов, Золотов, Кучук, Гавшин, Кузьмин, Дегтярев, Мазур, Юрков подготовили отличные доклады, принеся вклад также в развитие современного марксизма, поскольку это научная конференция. Вот были очень интересные, важные доклады, по материалам которых выпущен сборник. Выпущен также сборник Владимира Ильича в современном мире по материалам весенней конференции, посвященной дню рождения Владимира Ильича. Также готовится сборник, проведена вторая конференция осенью по профсоюзам и тоже готовится сборник по материалам этой конференции. Ответственный товарищ Мазур готовится проведение конференции Сталин, вождь рабочего класса в августе этого года состоится. Ответственный Казенов Александр Сергеевич, Дегтярев, Воднева, Юрков, в подготовке докладов привлекаются все члены Минградского отделения. Дорогие товарищи, с силами нашей партии за год, с мая 2018 года, удалось увеличить число подписчиков канала Фонда Рабочей Академии. Канал Фонда Рабочей Академии является таким рупором, в общем, на Ютубе у нас. Поэтому это тоже большое достижение. Число подписчиков выросло на 5800 человек. За предыдущий период этот прирост составил 5125 человек. Общее число подписчиков достигает 21 175 человек. За отсчетный период опубликовано 303 видео. Немалая заслуга. Здесь главного редактора канала Сергея Викторовича Тюленева, который проделывает большую работу. Сейчас готовится фильм. Кстати говоря, очень интересный должен быть фильм по истории нашей партии. Там много будет материалов интересных, архивных, которые раньше нигде не были обликованы. Так, значит, в настоящее время появился у нас еще один канал. Это московские товарищи запустили Рабочая ТВ Москва под руководством Сарайкина. В общем, канал активно набирает обороты. Очень хорошие ролики и семинары снимают. Проводят и снимают все это интервью, записывают в собрании. Тоже, в общем, канал очень хороший, активно работает. Активно выпускаются и распространяются газеты. Общим тиражом 214 тысяч. В сравнении с прошлым годом, который составил 110 тысяч экземпляров. То есть, в два раза практически набираем обороты. А мы знаем, что газеты – это один из основных видов нашей деятельности. Очень важный для донесения до рабочего класса идеи. Два выпуска «Народные правды» под редакцией Копова Михаила Васильевича. Общим тиражом 67 тысяч экземпляров. За рабочее дело главный редактор Лещук. Шесть выпусков было выпущено. Один из них – восьмиполосный. Общий тираж – 180 тысяч экземпляров. За прошлый период – 50 тысяч экземпляров на сравнение. При активной помощи московского отделения РПР подготовлен ставший уже традиционным ежегодный выпуск «Московские рабочие», который был выпущен тиражом 30 тысяч экземпляров. Удалось увеличить тираж, в том числе благодаря финансовой поддержке московских товарищей. Тираж, вообще общий тираж нашей прессы удалось выпустить. И также поддержки других источников. Насколько я знаю, профсоюзы помогают, и авиадиспетчеры нам помогают в этом. Рассылку организует Татьяна Воднева посредством товарища Юркова. Огромную работу товарищи ведут, потому что эти тиражи, они действительно уже представляют из себя большие пачки, кипы такие. В общем-то, это тоже тяжелый большой труд. Москвичи активно тоже работают, распространяют. Там шесть участков, шесть групп распространения в Москве. То есть охвачивается Москва и область. Нижний Новгород не отстает. Тоже распространение идет на заводах. Там Красное, Сормово и других предприятиях Нижнего Новгорода. Также работает кружок по диалектике в Нижнем, ведущий Золотов. Организован регулярный выход к заводам и распространение газет среди рабочих в дни празднования. 1 мая, 7 ноября. Наши товарищи получают новый опыт публичных выступлений. И здесь надо выделить товарища Бобинова у нас такой появился. Замечательный пропагандист, боец, активный товарищ. Это очень радует. Также московские товарищи активно выступали на праздниках. Получали новый опыт в выступлениях. Это Горбушин, Иванюк, Беляев. Очень хороший опыт тоже. Надо выступать нам в открытой средствах массовой информации на наших каналах. Как вот товарищ Бобинов и даже на этих самых на телевидении. Это вообще очень круто. То есть о нас узнают миллионы. Вот. И распространение газеты других материалов на предприятиях идет и в профорганизациях. И в обязательном порядке все члены нашей партии участвуют в распространении газет. Группа Север. Вот у нас в Санкт-Петербурге Дегтярев. Ответственная группа Юг ответственная. Ответственная у нас за группу Юг общинников. Группа Колпина, Шабусов. Сестра Рецк, Французов. Рассылка по России. Ответственная Мальцев и Мальцева. Рассылка по партии, профсоюзам, народная правда. Герасимов. Правда труда. Герасимов. Рабочее дело ответственные Воднева, Токарев, Корольков. Рассылка участникам РКР. Золотов. Москва и Московская область. Соответственный Кузьмин. Антонов. Нижний Новгород. Сенков. Сенков. Да, но... По зерному Кавказу монахов еще нет. Саров. Это Кальвет. Барнаул. Лукьянов. Саранск. Любители. Любители. Алма-Атанг. Маргиястин. Миргиястинов. Город Новосибирск. Ответственный Булгаков. Чайка. Зайцев. Великий Новгород. И Новгородская область. Ответственный Галко. Манчегорск. Кучук. Морской порт. СПБ. Попов. Тимофеев. Федотов. Владейное поле. Ответственный Лещук. Казань. Ответственный Обединов. Оренбург. Ответственный Вахитов. Тюмень. Гершанник. Краснодарский край. Монахов. Невиномыск. Мазур. Самарская область. Родионов. Рыбакина. Белгородская область. Ответственный Родионов. Омская область. Ответственный Кузнецов. Приморский край. Шишкин. Воробьев. Псковская область. Авекомянс. Кемерская область. Грибков. Сахалинская область. Алексеев. Забайкальский край. Бахаев. Архангельская область. Белугин. Тульская область. Гладких. Ростовская область. Гомео. Лаури. Волгоградская область. Кузнецов. Свердловская область. Капустин, Вологодская область, Катаев, Чувашская республика, Ким, Челябинская область, Рац, Иркутская область, Сердалиев, Амурская область, Снегова, Мурманская область, Суслонов, Калининградская область, Харитонов, Республика Коми, Чурякова, СН. На митингах и демонстрациях ответственный Дегтярев Также у нас выпускается в Москве электронное издание журнала «Гегель в действии» Публикуется на сайте московского отделения ФРА не реже одного номера в два месяца Ответственный Волгаков, научный консультант Казенов На сегодняшний день мы располагаем пятью сайтами ФРА Посещаемость за день 100-150 человек Сайт ФРА Московской области, Московского отделения Сайт РПР, РПР Северный Кавказ И недавно заработал Новосибирский сайт Отого пять сайтов За сайт ФРА отвечает Герасимов Группа ФРА ВКонтакте, ответственный тоже Герасимов Сайт РПР, ответственный Мордовин Вайтюк Сайт Северо-Кавказское отделение, ответственный Лысков Романов Группа рабочей партии России ВКонтакте, ответственный Герасимов Попов, Мордовин, Вайтюк Сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Ответственный Кузьмин. Сайт Нижегородского отделения. РПР. Ответственный Вишняков. Рабочая ТВ. Ответственный Кучук. Рабочая ТВ Москва. Ответственный Сарайкин. Иванюк Хорошаев. Группа Омская Ячейка. РПР ВКонтакте. Ответственный Кузнецов. Группа ФРА Москва. Ответственный Кузьмин. Котов. Кондратьев. Группа Рабочая партия России. Москва. ВКонтакте. Кузьмин. Рабочая партия России. Сков. Авекоменц. Группа Рабочая партия России. Ижевск. Удмуртия. Ответственный Желнин. Группа Рабочая партия России. Кузбасс. ВКонтакте. Ответственный Грибков. Группа Рабочая партия России. Белгород. Родионов, группа рабочая партия Россия Екатеринбург, ответственный ЧОПА, группа общественное объединение рабочей партии России Алматы, Казахстан, ответственный Мергей Ястинов, группа рабочей партии Иркутск, Сырдалеев, группа рабочая партия Казань, Татарстан, ответственный Абеддинов, группа рабочая партия Россия Казань, Татарстан, мой мир, ответственный Абеддинов, также, группа рабочая партия Россия Екатеринбург, ответственный Вахитов, группа рабочая партия Красноярск, ответственный Максимов, группа РПР Беларусь, ответственный Алексеев, Белорусский пролетариат Группа Марксистский кружок Минский Группа Рабочая партия России Воронеж Вставайте в ряды РПР Витевский Группа Рабочая партия России Рабочая партия России Северо-Кавказское отделение РПР Ответственные романы То есть Список конечно очень Огромный, обширнейший Но это наши все люди Активно работают, поэтому Мы Всех Знаем И благодарим за работу В этом году продолжилась Чистка рядов нашей партии Последователи Вот Бегизова и Айдунбекова Была пресечена их деятельность Значит И антипартийная деятельность Саратовской ячейки пресечена И члены партии исключены За нарушение Программных Положений Съездов и устава Страничка была отбита Тоже у Оппортуниста Айдунбекова Работают кружки Четыре кружка по диалектике Гегеля В Ленинграде, Москве Нижнем Новгороде Новосибирске Кружки по изучению Капитала Маркса Ленинград, Москва Псков И других городах Продолжая тему Теоретической борьбы Нужно отметить Что Наше Краеугольное положение Позиции Это Осуществление Диктатуры Пролетариата До Самого полного Коммунизма Это Изучение Диалектики Гегеля С материалистических Позиций Наши позиции В отношении Американского фашизма Во внешней политике Подвергались Неоднократным Нападком Со стороны Оппортунистов Троцкистов Эти нападки Встретили достойный отпор Со стороны Наших товарищей Михаил Васильевич Попов Постоянно Встречался Очень много Работал на каналах Различных Также Наши товарищи Герасимов Галко Юрков Достойно Ответили Троцкисту Соркину Это Тоже В общем-то Бузгалину Бузгалину Ну В общем Да И Соркину Тоже Досталось Чем Нанесли Значительного Урона Этому Движению Вот И вот В этой Борьбе Тоже В общем-то Наша позиция Проявляется Укрепляется Вот Также Такие товарищи Как Кровецкий Юлин Двуреченский Биец Показали себя В общем-то Как троцкисты Ну Оппортунисты Троцкисты Но В общем-то И Только Наши позиции Только Укрепляются Вот В этих Диалогах Поскольку Наша позиция Выверенная Научная Твердая Грамотная Основана На Диалектика Материалистическом Понимание В общем Истории И Наши Вот Такие Столпы В общем Это Залог В общем-то Этого Крепости На которых В общем-то Всем нам Надо равняться Вот В изучении Диалектики На наших Ученых И Также Марксизма Данинизма Вот Во всех Его Суставных Частях Моментах Так сказать Вот Значит Ну Ну В общем-то Хочу сказать Что Вся эта Возня В лагере Левых Так называемых Говорит о том Что нас Как партию Уже Заметили То есть Мы представляем Уже Серьезную силу Начинаем Представлять И поэтому Обострение Идет Как бы Этой борьбы Вот На Идеологическом На Борьбе Идеи Да Вот И нам удалось Расшевелить Это вот Осиное гнездо Это болото Расшевелить Немножко Тем самым Только Укрепив Свои Позиции Большая Работа Здесь В этом Направлении Ведется Разоблачающие Статьи Были Написаны По поводу Выступления Политштурма Это Черякова Юрков Голков Выступили С Разоблачающими Разоблачающими В общем-то Научными Логически Обоснованными Разоблачающими Ревизионизм И Пособников Фашизма Американского Ну и Дорогие товарищи Вот Идеологическая комиссия Сообщает Что За отчетный период Была Достаточно Значительная Проведена работа По Продвижению Пропаганде Требования Перехода К шестичасовому Рабочему Дню Который Является Коренным В общем-то Требованием То есть Требованием Выражающим Коренные Интересы Рабочего Класса Вот Главного Требования Это Переход К шестичасовому Рабочему Дню У нас Есть Четкий План Как Как это Сделать В общем-то Через Забастовочную Борьбу Об этом Тоже Много Сказано Много Написано У нас Есть Договора Уже Наличные Договора Десять Договоров Вот Как Здесь Было Озвучено Вот Ну Не Хватает В общем-то Связи С Рабочим Движением Это Буксует Это Работа Но Собственно И рабочее Движение Буксует У нас В стране И Поэтому И Поэтому Как Был Как-то Надо Тоже Это Дело Стимулировать Насколько Это Возможно Конечно В таких Условиях Сокращения Насколько Это Возможно Доносить До Рабочих Что На самом Деле Это Коллектив Это Как Вторая Семья Может Быть И Первая Семья Потому Что Вот Восемь Часов Восемь Часов Нет Ну Вот Если Посмотреть Даже Восемь Часов Мы Работаем На Работе Там Восемь Часов Спим Это Уже Сколько 16 Да Вот Остается Восемь Часов Ну Там Личная Гигиена Там Дорога Сработана На Работу То Семья Остается Меньше Времени Чем Коллективу Своему Даже По Такой Пропорции Посчитать Поэтому Что Говорить Если Закроется Предприятие И Рабочие Вот Об этом Надо Думать Рабочим Чтобы Сохранить Сохранить Производство В таких Условиях Это Очень Архи Актуальная Такая Проблема На сегодняшний День Сохранение Рабочих Мест И вообще Производство Как Такового Вот Потому Что Если Не будет Завода Градообразующих Предприятий Закрываются Так Это Катастрофа Для Рабочего Если Всю жизнь Проработал На Этом Заводе Вот Ну У нас Налажен Хороший Контакт С Профсоюзом Авиадиспетчеров Тоже Вот Передовые В общем-то Договора И Благодаря Вот Московским Товарищам Записано Интервью Хорошее Вот С Председателем Профсоюза Ковалевым Уже второе Да Вышло Ну и Надо сказать Вообще Что Мы как партия Не замыкаемся Вот Своей Как бы Атмосфере А Активно Работаем На Каналы Средства Массовой Информации Вот Сотрудничаем Такие С такими Как Значит Каналы Стейшн Маркс А вот Ну они Предоставляют Нам Такую Возможность И Надо Поблагодарить Этих Товарищей Там Большое Спасибо Пронину За Красное ТВ Постоянно Освещает Тоже Наши Мероприятия Гоблин Семин Ну вот В общем То наши В этом Деле Союзники В деле В деле Пропаганды Ну в деле Того Что Они Дают Нам Разу Я Ну не хочу Сказать Что там Семин Наш Как бы Единомышленник Но Поблагодарить Его надо За интервью Что Он Дает Возможность Там Высказать Свои Позиции Значит Это Имеет Очень большое Значение Для Пропаганды Просвещения Рабочих Вот То есть Наша Задача Вооружить Рабочий Класс На сегодняшний День Рабочий Класс К К Власти Не готов Он Еще Слав Своей В своем Ну В своем Опыте То есть Рабочие Мало Сегодня борется То есть Надо Вооружить И вот Теории Передовую В принципе Что Все предпосылки У нас Для этого Есть База Отличная Вот Идеологическая Теоретическая База У нас Очень хорошая Крепкая База Вот Осталось Как-то Это Все Соединить И да И в итоге Взять Власти Ну Сначала Конечно Надо Побороться За договор Коллективный Значит Без Этого И получить Получить Опыт Потому что Кухарка Как говорил Ленин Что Там Может Управлять Государством Не любая Кухарка А Кухарка Прошедшая Научиться Научиться Да Вот такая Кухарка Которая Прошла В союзный Путь Школу Школу Борьбы Школу Красного Нестения Вот Работа В партии Такая Кухарка Уже Вполне В состоянии Управлять Государством Вы дорогие Товарищи Уверен Что Обладая Такими Мощными Ресурсами Которые Каждый С каждым Днем С каждым Месяцем Годом Укрепляются Наша партия Уполняется Рабочими Интеллигентами Служащими В общем-то Укрепляется Я уверен Что Эта задача Будет решена В будущем Потенциал У нас Накоплен Хороший Вот И В этой борьбе Мы окрепнем Что касается Членства В партии Я считаю Что Эта возможность Такая партия Дает возможность Развиваться Рабочему Вот как мне Допустим Я вот Вступил в рабочую партию Россию Сейчас уже Это Сопредседатель Идеологической комиссии Да Вот Это И Я расту Так сказать Над собой Расту Вот Ну Насколько Это Вот То есть Партия Это Дает Такую возможность Рабочему То есть Надо Вступать В партию Потому что В одиночку В одиночку Ничего Да Ничего нам Рабочим Не светит Только Заберут У нас И последнее И мы это Видим Что забирают Одно Другое Третье Сауд То есть Вся эта Машина Буржуазная Работает Чтобы Нас Отобрать Все Вот Последнее Забрать И нам Надо Объединиться Товарищи Рабочие В первую очередь Объединиться За свои интересы И вместе С партией Рабочего класса Победить В этой борьбе Вплоть до Полного Коммунизма И уничтожения Всех Классов Вот И тогда Наша партия Рабочая партия России Как общественное Объединение Вот Ну Уже Уже Партия не нужна Будет Как Авангард Класса Но Общественное Объединение Будет Будет Бороться За 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 Интересы Всех Всех Трудящихся Вот Так что Вперед Как говорится Победе Коммунизма Спасибо за внимание Вопросы Товарищи Доклад Трудно будет выступать Сейчас Завод 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 Да После Рабочего Община Конечно Матрос Мистер Получи Спасибо Спасибо Продолжение следует Продолжение следует...